Всем привет дорогие друзья, с вами Фликер и вы находитесь на игровом канале Мобильный Геймер. И сегодня у нас игра SimCity, где мы будем строить свой город. Итак, добро пожаловать, вы готовы построить свой город? Ну, конечно да, предоставление услуг. Я прочитал и принимаю лицензионные соглашения, да, принять. Потом за нами приедут и обязательно что-то произойдет. О, смотрите, очень радует уже графика. Здравствуйте, мэр, меня зовут Ева, и я здесь, чтобы помочь вам освоиться. Для начала мы должны проложить дорогу от вашего нового города к главному шо... К главному шоссе. Ну, давайте проложим. В общем. Строительство дорог – дело простое. Да, конечно, особенно вот скажите это в России. Просто проведите пальцем туда, куда вы хотите проложить, и вот давайте вот так вот сделаем. Все проложено. Завершите строительство дороги, нажав на зеленую галочку. Окей. Отлично, теперь у вас есть выход на шоссе, и в ваш город смогут приехать жители. Классно! Теперь, когда ваш маленький городок появился на карте, нам нужно обеспечить жильем увеличивающееся население. Так, горожане строят дома в созданных вами жилых зонах. Разместите жилую зону рядом с дорогой, чтобы предоставить горожанам уютное место, которое они будут называть своим домом. Ну, давайте. Так. Угу. И куда-то вот сюда, наверное. Ну, давайте сюда поставим пока что. Ох, можно увеличить. Смотрите, здесь прям стройка полным ходом идет. Эта зона готова к застройке. Нажмите на желтую строительную каску, чтобы посмотреть, какие материалы необходимы горожанам для строительства. Ага, нам нужен какой-то металл. И строительство домов приносит вам симулионы и приближает вас к следующему уровню, так скажем. Ух, ты смотрите, не такие уж они и крутые. Ну, смотрите, как можно карту крутить. Производство строиматериалов является важным для развития города. Понятно. Угу. Давайте откроем в городе склад стройматериалов. Только помните, что его нужно разместить возле дороги. Отлично. Давайте разместим его возле дороги. Так. Давайте не на той стороне, вот. А, он прям на дорогу, так скажем. У нас. Давайте его здесь вот разместим. Так, отлично. А теперь давайте сделаем партию гвоздей. Нажмите на склад стройматериалов. Давайте сделаем гвозди. Знаете, мне прям... Пока очень нравится. Такая замороченная слегка игра. То есть... Нажмите на гвозди, чтобы забрать их. Отлично. Прекрасно. Давайте используем эти гвозди для строительства новых домов. Давайте, давайте. Разместите зону рядом с дорогой. Ну, давайте сюда поставим. Смотрите, как все символично. Зима на улице. Итак, вот здесь как раз нам нужны гвозди. Строительство домов приносит вам 7 миллионов. Я так полагаю, это баблище. Горожане въедут сюда, когда тут будет энергия, я так полагаю. В темноте страшно. Включите нам свет, пожалуйста. Хм, забавная девчонка. Ну, давайте включим свет. Энергия. Вашему городу нужна электроэнергия. Вы можете выбрать между чистой ветровой энергией и дешевым углем. Но учтите, что от плохой экологии будут страдать ваши горожане. Ветровая. Давайте ветровую все-таки поставим. Ну, давайте как-нибудь на въезд в наш прекрасный город, что ли. Вот сюда куда-нибудь. Красные значки указывают, что в зданиях все еще... Я не успеваю читать. Отличные работы, мэр. Понятно, что отличная. Так. Ага, смотрите. Вот поступает у нас энергия. Прям вот туда. Отлично. Так. У меня дома есть свет. Прощай, темнота. Спасибо, мэр. То есть мы являемся мэром данного небольшого городка. Городу нужен металл. Давайте построим завод для его производства. Заводы производят необходимое для развития города сырье. Блин, мне кажется, после этой игры можно реально потом город свой построить. Ну, при имении, конечно, бабла. Необходимого. А бабла нужно много. Давайте отольем партию металла. Для этого нажмите на завод. Отлично. Давайте. Нам нужен металл. Металл нам нужен, а особенно хардрок. Хардрок нам нужен. Отлично. Сейчас у нас идет, я так полагаю, обучение. Итак. Ну, у нас, смотрите, все хорошо. Там даже вот чувачки какие-то ходят. Больше приблизить, к сожалению, нельзя. Здесь уходит все в тоннель. Ну, здесь, смотрите, тоже кто-то что-то строит. Я так полагаю, уровень моего мэра, а то есть меня, пока первый. Так. Вы можете производить два изделия одновременно. Давайте будем производить. Давайте и гвозди сделаем. Строительство домов приносит вам все миллионы и приближает вас к следующему уровню. Горожане въедут сюда, как только строительство будет завершено. Сейчас, то есть мы улучшаем один из наших жилых домов. То есть здесь вот у нас слева вообще в фургонах люди живут. А здесь уже, смотрите, уже неплохой домик построился. Так, ого, да тут начинает вонять. Нам нужна вода, чтобы помыться. Чувак пахнет, все понятно. Так. Ага. Водичка. Итак, от ваших горожан начинает слегка пованивать. Постройте водонапорную башню, чтобы они могли помыться. Давайте построим. Давайте ее поставим напротив нашей ветровой мельницы. Водонапорная башня скоро начнет действовать. Отлично. Я уже слышу звук открывающихся вентилей. Или вентилей. Вентилей. Ну, классно, классно. Смотрите, у нас есть прогресс. Прекрасно, теперь я пахну вдвое лучшим. Да. Воняешь ты все равно, чувак. Здравствуйте, я Дэниел, мэр города за заливом. Почему бы вам не приехать погостить в моем городе? Давай. А как это сделать? Давайте посмотрим, как у этого чувака дела обстоят в городе. Ну, конечно. Он специально, наверное, меня пригласил. Слышь, посмотри, как у меня здесь все круто, а у тебя там отстой просто. У меня в продаже всегда есть товары, которые помогут вам в развитии города. Просто нажмите на мой товарный склад, чтобы увидеть, что имеется в продаже сегодня. Ну, железо и гвозди мы уже научились производить, поэтому иди в задницу. Спасибо, что зашли. Возвращайтесь, и завтра у меня ассортимент обнови... И завтра его ассортимент вновь обновится. Давайте возвращаемся в наш скудный городок. Так. Кончбич? Ты чё? Чё за, блин, городок-то мне такой? Давайте назовем его Чебоксары. Красивый город, да? Или как-нибудь по-другому? О, в натуре. Давайте назовем его Фликер... Сейчас. Фликер Вилл. Или Фликер Виль. Вот так вот. Это так волнующе. Ваш город готов к постройке первого административного здания. Отлично. Администрация. Власть. Мэр, каждому быстро развивающемуся городу необходим таунхол. Даун кто? Так. Ну, давайте его поставим вот сюда. Или давайте сюда. Ладно, мэр. Дальше вы разберетесь сами. Продолжайте развивать город и радовать горожан. Отлично. Тут у нас снова что-то нужно. Так, нам нужны гвозди. Так, это мы тоже будем производить. Это тоже будем производить. Так, у вас есть свободное жилье. У вас есть свободные жилые зоны. Постройте новые дома, чтобы увеличить население. Так, давайте построим, построим. Так, я думаю, что... Сейчас мы... О, смотрите, у меня дома-то растут, реально. Так, не хочу я пока больше ничего строить. Так. Мы получили второй уровень. Как? Такая знаменательная музыка прям. Так, доступны новые заводы. Отлично. Но я думаю, мне нужно продолжить дорогу как-то. Каждому развивающемуся городу необходима сеть дорог. Позднее вы сможете улучшить свои дороги, чтобы увеличить их пропускную способность и предотвратить образование пробок. Вау. Серьезно. Нарисуйте дорогу с помощью пальца. Давайте вот так продолжим. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Мы можем производить уже дерево. Круто. Так. Дайте. Так. Дайте я вот сюда продолжу еще дорогу. И сюда продолжим дорогу. О, смотрите, у нас здесь даже светофорчики появились. Типа перекресток регулируемый. Вот давайте пока так все сделаем. И нам нужно построить новые заводы. Заводы производят ценные сырье. Обеспечьте заводы работой и не забывайте следить за объемом городских складов. И обратите внимание, что горожане не любят жить по соседству с грязными заводами. Ха. Ну я вообще молодец. Я как раз их по соседству и поставил. Ну ладно. Так. Небольшой завод. Так. Стоп. А какие у меня еще заводы открылись? Да. Пром-зону, видимо, мне надо было где-то в другом месте располагать. Ну ладно. Мы только учимся строить свой первый город. Так. Ну это тоже самое. Так. Может быть тебя как-то можно улучшить? Пусть производят. Это мы тоже улучшим. Вы мне нравитесь. Не знаю почему, но это так. Как же это тупо. Так. Сюда нам нужны гвозди. Так. Где у нас гвозди? Гвозди у нас здесь. Пусть готовятся. Вот смотрите. Салют. Класс. Прям. По-новогоднему-то как. Ну честно, игра начинает прям нравиться. Я, конечно, не любитель вот таких вот страстегий. У вас есть свободные жилые зоны. Постройте новые дома. Покажите где, вашу мать. Давайте, прежде чем строить дома, нужно как-то все равно их расположить в других местах действительно подальше от заводов. Давайте вот подлиннее дорогу проведем. И вот здесь мы будем строить новые дома. Окей. И вот здесь. Окей. Ну, пока мое население радуется. Вроде 86%. Все. 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 Отлично. Ну, классно, что у меня есть свободные жилые зоны. Давайте-ка я закончу сначала с гвоздями. Так, здесь улучшим. Отлично, у нас дерево началось. Улучшаться. Игра приятная. Кстати, весит она не совсем много. Так что рекомендую устанавливать. Не знаю, есть на андроид или нет, но думаю, что есть. Так, жилые дома. 6. Готовы к модернизации. 3. Мне надо вот этот модернизировать. Гвозди. А что у нас с гвоздями? Через 30 секунд они будут готовы. Что у нас тут еще? Обычный завод, небольшой завод. Понятно. Здесь что у нас? Склад. Ага, склад мы уже построили. Ну, дорогие друзья, честно, впечатление очень приятное. Игра, возможно, давно уже есть в App Store. И для кого-то это будет не открытие. Но все же мне, честно говоря, пока нравится все. Очень приятная графика. Быстренькая. Знаете, напоминает Sims игру. Вот, кстати, у нас есть теперь гвозди. И давайте-ка мы улучшим самое первое здание жилое, в котором проживают люди. А то что-то как-то они вообще по-бомжитски живут. Ну, а пока на этом все, дорогие друзья. Ставьте большой палец вверх, если хотите продолжения. Пишите в комментариях, как вам эта игра. И, конечно, не забываем подписываться и делиться с друзьями. А с вами был Фликер. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok